Видео о восстановлении, я так думаю, у француза. Не реставрации, а именно восстановлении бридвы. Ручка целая, почти прямой обух, почти. Будем её разбирать, чистить. Восстанавливать, так сказать. Вогнутый, значит, почти клин, между одной четвёртой и клином. Где-то так, круглый носик. Ну, поехали. Как говорят, да потроху. Видео, конечно, будет прерываться, потому что работа скурпулёзная. Есть нюансы. Хватит. За клёпочка лезет. Шайб нет. Ну, надо будет поставить шайбы. Всё, клинок сняли. Так, по поводу клинка. Почти прямой обух. Почти прямой. Ну, прямой, можно сказать, прямой. Шесть восьмых. Между клином и одной четвёртой вогнутость. Ржавчина. Ну, геометрия более-менее неплохая, но всё равно надо восстанавливать. Виден заводской хон. Итак, поехали. Ручка целая. Клинышек пластиковый, по-моему. Ну, что ж, поехали. Как я говорил в предыдущих видео, вся работа начинается по восстановлению с обушка. Ну, и продолжение на эрль. Здесь эрль имеет некое возвышение над обушком, поэтому надо аккуратненько работать с этим клинком. И начать, наверное, надо с эрля. А потом уже посмотреть вот этот вот переход эрля на обушок. В данной бритве это и есть нюанс. Потому что каждая бритва, вернее, огрехи каждой бритвы, они индивидуальны. Ну, смотрим, как оно. Ещё. Работа, конечно, кропотливая, поэтому бритв этот видео прерывается. Вот показываю границу. Вот показываю границу. перехода эрля к обушку. Вот он выше находится, как я и говорил, обушка. Поэтому мы начали с него. А сейчас, дабы знать, будем сейчас сделать обушок. Работаем, конечно, сразу на грубом абразиве, потом тоньше, тоньше. И в зависимости от того, какие каверны, жалчина, будем подбирать соответствующий абразив, соответствующую зернистость его. И, так сказать, восстанавливать полотно. Ну, сейчас можно перейти уже к обушку. Эту часть эрли обработали. Теперь обрабатываем обушок. Эрли обушок. Они имеют полукруглую форму. Режущую кромку притухлять всегда надо, чтобы не порезаться при восстановлении. Вот. Начинает уже выводиться. Ну, по возможности надо, конечно, убирать все каверны, ржавчину, чтобы бритвой уже готовой было приятно пользоваться. Ну, есть такие моменты, где нельзя убирать каверны и ржавчину. Если сказать в общем, то нужно делать все по максимуму. По максимуму что можно сделать. Не нарушу, так сказать, геометрию клинка, форму клинка. Ну, я делаю это так. Хотя видео не о реставрации, а о восстановлении. Потому что при реставрации задача реставрировать с сохранением всего, так сказать, изначального. А восстановление можно позволить себе чуть больше. Так. 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 Все работы пока проводим на грубом абразиве. Потом уже меняем зернистость на другу. Так. Вот. Почти закончили. Еще чуть-чуть, и можно с обушком заканчивать работу. Так. Работа с обушком и эрлием закончена. Теперь чистим на эрли насечки. Как я в предыдущих видео говорил, сначала делаются насечки вот такой корцовочкой. Если посадится в царапины, мы их потом уберем, сняв их с этой плоскости и с этой. Ну, показывать не буду. Это и так понятно, да, на станке. Раз-два насечки прочистили. Потом, значит, с этой плоскостью работаем и с этой плоскостью эрли после насечек. И подпальцевая вот этой вот выборкой на хвосте. И обратную ее часть тоже подпальцевая. Все. Насечки вычистил корцовкой. Теперь приступаем к непосредственно плоскостям эрля. Этой и этой. Что радует, что в этой бритве радует, что заходные фаски ровненькие. Наверное, было в использовании очень мало. не затертая, не затяганная, четкие просто грани. Хоть и состояние ее плохенькое, но тем не менее она в относительно хорошем состоянии. это бритвов. Этот клинок вернее. Ну и начнем с этой стороны. КОНЕЦ Работа с этой плоскостью практически закончена. Есть маленькие точечки здесь. Мы их убирать не будем. Есть зарез, но он будет в ручке, его не видно. Фабричный зарез какой-то. Возле отверстия, где крепится заклёпка. Но мы его дрогать не будем. Мелкие-мелкие чуть-чуть пооставались там каверны. Мы их оставим. Работа с этой плоскостью практически поскольку не будет. Работа с этой плоскостью практически начнём. Всё. Работа с этой плоскостью закончена. Переходим на эту плоскость. Столько шлама, грязи. Остаётся. И отработанного абразива. Вот и с этой стороны, видите, зарез. Вот он. Вот он, возле отверстия. Поехали дальше. Так. На этой стороне, на этой плоскости стороны Эрля мы видим, что здесь плоскость и здесь плоскость. А клеймо нанесено во впадине. Скорее всего, в заводских условиях. Работали на камнях. Потому что здесь выборка радиусная. Следовательно, мы возьмём такое вот дополнение. Поставим. И эту часть, где клеймо, постараемся вычистить при помощи радиусной такой вот выборки, дабы убрать каверны и ржавчину. А эта часть останется плоской. И эта часть. Вот. Начинает блестеть. Ну, начинаем понемножку выбирать. Вот это и есть нюансы восстановления, индивидуальные нюансы в восстановлении опасных бритв. Здесь надо работать очень короткими движениями, дабы не залезть на плоскость, где заклёпка. Чтобы бритва хорошо заходила в ручку и было всё удобно. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Почти закончили. С этой частью эрля и клеймо. Ну, конечно, останутся еле-еле заметные точки, но мы их убирать уже не будем, дабы сохранить больше металла на клинке. Ну, вот практически всё. Ну, вот и всё. Ну, теперь, значит, что? Теперь, значит, эту плоскость и хвостик под пальцевую выемку чистим. Значит, я использую вот такой вот образил. Показывать не буду. Я думаю, это и так понятно, чтобы вычистить. Станок вставляю и вперёд. И работа с эрлем почти закончена. Нам остаётся сделать заходные фаски. Ну, дальше будет. Всё под пальцевую почистили выемку. Теперь эту плоскость. Там, где насечки. Зачистить. И переходим к заходным фаскам. Я показываю просто способ, которым пользуюсь я лично. Никому не навязываю такое восстановление бритв или клинков или ручек. Неважно. Показываю то, что я и как я делаю. Что я делаю и как я делаю. Ну, вот, почти вычистили. Ещё немножко. И всё. А там можно восстанавливать другими способами. В зависимости от оборудования, возможностей человека, его кошелька, слесарных навыков, талантов, так сказать. Поэтому и способы бывают восстановления разные, применимые непосредственно к бритвам. Ну, вот и всё. Переходим к заходным фаскам. Вот так. Вот так. В бритвах, в восстановлении бритв есть очень много нюансов. Поэтому такие приспособления, как у меня, позволяют работать с этими нюансами проще, быстрее, легче. Ну, и результат, соответственно, налицо. Не всегда бритва может выглядеть красиво. Не всегда. Потому что не хочется нарушить геометрию. Бывает, что режущая кромка не всегда ровная. В некоторых местах тоньше, в некоторых больше. Всё зависит от коррозии на клинке самой. В общем, нюансов много. Ну, я стараюсь сделать так, как я считаю нужным. И самое возможное, что для данного клинка можно сделать. Хочется оставить, конечно, побольше металла на клинке. Дабы он имел первоначальный вид. Ну, иногда не удаётся. Так, это есть. Теперь это заходная фасочка. После вот этого всего грубого абразива переходим на мелкий абразив. Потом ещё мельче. И ещё мельче. Посмотрим, как будет полироваться в дальнейшем. Паша из Америки пишет в постах. Андрей, выкладывай видео. Таких видео мало. Ну, оно отвлекает, если честно. Вот эти все съёмки, видео. Тут работать надо. Бегаешь с этой камерой. Туда поставь, сюда поставь. Ну, и я ж не блогер, скажем, да. Делюсь тем, что умею и показываю, как я это делаю. Так что мне лайки там, всё остальное мне до лампочки. Мне это мало беспокоит. Что мне нравится в этом пленке, чёткие эти, чёткие заходные фаски. Бритву не насиловали, короче говоря. Ну, хватит. Всё. На грубом абразиве работа с обушком, его продолжением на Эрле. Плоскостями, под пальцевой выемкой на хвостике и под ней. Также насечками завершена. Переходим на мельче абразив. После этого уже перейдём непосредственно к клинку. Я имею в виду геометрию, ширину и всё остальное. Режущие кромки и так далее. По бритве, значит. Сначала выводим плоскость эту и здесь. А потом же на радиусной приспособе выбираем уже, где клеймо. Всё то же самое, как работали с грубым абразивом, так и с мелким абразивом. Всё то же самое. Операции такие самые. И ход такой же самый. Единственное, что я меняю, это всегда я начинаю с обушка, Эрль или Эрль, потом обушок, как в данном случае. Да? Нюанс такой. То уже когда всё ободрал, грубо вот это все, каверны там, ржавчину. Я уже могу не с обушка начинать, а с плоскостей Эрля на масле уже. Уже всё, так сказать, выведено. Вот. Тут уже я применяю так. Могу так, могу так, могу с обушка, могу не с обушка. Вот уже до лампочки. Как удобно. Ну, я так работаю. Теперь по поводу восстановления, да? Не у всех же есть такие приспособления, как у меня. Не у всех есть риндер. У меня их два. Какое-то оборудование. Поэтому способ, вот говорят, делись опытом. Ну, каким опытом? Ну, нету у человека гриндер. Гриндера нету. Нету таких станков, приспособ. Он находит способы восстанавливать уже немного другие. Они будут отличаться от моих. Поэтому, я не знаю, мой опыт и не всегда полезный. Потому, как подход у меня индивидуальный немного. Отличаться от других. Поэтому я редко снимаю видео. И редко вообще восстанавливаю бритвы. Отнимает много времени. Есть нюансы. И, как я повторяюсь, я не блогер. Поэтому мне не нужно клепать эти видео. Чтобы завлечь подписчиков, там, еще кого-то, кого-либо. Лайки, там, все остальное. Мне все равно. И так много времени? Ну и то желаю. Уchselпием recom. У sees Drawсмончик, там, и то желаю вам лайк. Хорошо. Теперь переходим к обушку. Обушок здесь полукруглый. Эту часть на плоскости, а выше уже можно зачистить на таком радиусном дополнении. Это делается примерно так. Так. Поехали. 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 И вот. Поехали. Ну, теперь заходные фаски. Надеюсь, видно, да, обработку. Субтитры создавал DimaTorzok Вот и хорошо, хороший переход. Ну, и там, где клеймо на радиусной, на радиусной, так сказать, приспособе. Так же само выводим эту плоскость, вернее, шероховатость поверхности этой плоскости. Дальше пойдёт ещё мельче образил, мельче этого, и, наверное, ещё мельче. И потом всё, полировка уже будет. Значит, что тут написано? По буквам. По буквам. М, А, С. Две С. М, А, Две С, О, Т, Е и Р. Машутер. Машутер. Машутер, да, какой-то. Ну, кто знает, может подсказать. Ну, практически всё. Практически. Да, кстати Вот эту часть Тоже надо Обработать Поскольку Мало плотов Можно на мелком образе Обработать Вот так вот Всё, работа С обушком, эрлем И всеми остальными плоскостями Завершена Теперь переходим к Непосредственно Ширине клинка И режущей кромки И отношение обуха К ширине Значит, черним Оно сохнет Потом чертим равномерную линию Следующим этапом Чертим равномерную Линию Всё Выводим плоскость И Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Практически готово. Теперь переходим к этапу предварительной затылки. Сверстие надо режущую кромку. Попробую сначала без изоленты, потому что обух позволяет. А там будем посмотреть, как оно будет сводиться. И сводим, так сказать, режущую кромку, как при заточке. По поводу бритвы. Наверное, надо сначала делать выборку в данном клинке, потом уже полностью сводить с изолентой режущую кромку. Тут возле обушка все ровненько. Надо, наверное, выборку сделать. Подбирался домой, вспомнил, что хотел отобразить в ролике, но забыл. Я насчет терминологии хотел поговорить по поводу подвод или режущая кромка. Нашел мастерскую кусок бумаги. Попробую более подробно начертить то, что я имею в виду. Значит, начну с того, что раньше люди с изолентой не точили бритвы. Но раньше и самолеты не летали. Раньше и слов таких не было. Фейсбук, мобила, чат и так далее. Не было этого, так сказать, сленга. В современном мире все меняется. Появляются новые слова и новые понятия. Ну, если вдаваться в подробности, то я лично отношусь к слову подвод отрицательно. Слово подвод можно внести в терминологию опасной бритвы только в одном случае. В случае с изолентой. А именно, если разобраться поподробнее. Допустим, вот это вот камень. Как мы кладем бритву? Обушком и режущей кромкой. Что у нас получается? Вот так вот режущая кромка идет. Вот так идет выборка. Ну, рисую примерно, чтобы понятно было. Не обушок. Вот она. Вот это вот режущая кромка. Значит, у бритвы должно быть отношение. Стандарт такой, один к четырем. Ну, как бы стандарт. Но, в зависимости от того, какая твердая сталь, какие свойства клинка, структура, это отношение варьируется. Может быть там не 15 градусов, 16 градусов заточка. Немного выше. Я говорю, все зависит от клинка, от самого. Например, ЗТВ трудвача. У меня встречались. Клинок широкий, обух тонкий, заводской. Отношения не совпадают даже один к четырем. Что делать? Естественно, наклеиваешь изоленту и точишь. Затачиваешь бритву. На что происходит, когда человек, или, вернее, заточник, наклеивает изоленту? Слой или два? То три. Все зависит от обушка. Попробую отобразить. Значит, происходит ступенька. Вот такая вот ступенька. Вогнутость. Рисую примерно, чтобы понятно было. И вот рисуем мы вот эту вот изоленту. Наклеенную. Вот камень вот это. То есть, раньше у нас был вот такой вот угол. Наклеили изоленту, угол изменился. Вот эту часть, гипотетически, можно назвать подводом. Но вот это вот остается режущая кромка. Так или иначе. Продолжим по поводу заточки. Значит, заточники делятся на две категории. Это тот, кто финиширует на пастах и финиширует на камнях. Те, кто финиширует на пастах, но их так иногда называют пастовики. Я для себя решил эту проблему так. Собственно говоря, это и не проблема. Эти две категории как карты. Существуют черви и существуют бубны. Другими словами, тот, кто финиширует на пастах, ипотетически кромка изообразная становится. Тот, кто финиширует на камнях, четкая, ровная. Здесь линза. Утрированно, так сказать. Рисую. Хорошо это или плохо. Каждый выбирает свой комфорт, свой кошелек. И все остальное. Также в картах есть еще две категории. Это трефы и пики. Это люди, которые спорят, как затачивать опасную бритву, клинковую бритву. При помощи паст, финишировать. Или при помощи финишных камней. Тут у каждого, как я повторяюсь, свои ощущения комфорта, количество денег, навыков заточника, опыт и так далее. Поэтому хорошо это или плохо, это каждый выбирает уже сам. Значит, приступаем к этапу выборки. Шаблоном определил примерно, какое колесо ставить. Уже поставил. Будем потихоньку выбирать это все. Сводить потом режущую кромку. Шаблоном. Весь процесс снимать не буду. Уже покажу готовый результат, значит грубо одна сторона пройдена, вторая еще нет. Вот что получается, значит вывели одну сторону и другую сторону на грубом абразиве. Дальше абразив мельче, мельче, мельче до самого конца, но показывать уже не буду, уже покажу когда сделаю все полностью. Предварительно, значит ободрали его. Сейчас наклею изоленту на обушок и будем формировать режущую кромку. Потом уже непосредственно с этой выборкой уже другими абразивами будем работать более тоньше. Ну что ж, начнем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, работа с выборкой завершена. Осталось только здесь заполировать и чуть-чуть притупить кончик. Ну и дальше отполировать эрль, обушок, выборку можно полировать. Продолжение следует... Все, полировка далее. Продолжение следует... 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 Еще чуть-чуть. Еще. Торопиться не надо. Ну, хватит, наверное. Торопиться не надо. 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 будем ставить клинок ну что ставим клинок дистанционная шайбу тоже ставим их не было изначально ну я поставлю торопиться в таких делах не надо вот и все сейчас обрежу и и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...